Во-первых, чтобы не забыть, без записки говоря, день творчества, обсуждение. Это вы знаете, как я помню своё первое, когда меня в Доме литераторов пригласили делать. Волнение было. Надеюсь, у вас это волнение было. Хоть вы и знаете, хоть вы читали, вас поют. Это очень сложно. И сложно тогда, когда собранную, ну, совершенную. У нас там собирались одни литераторы, ясно было, одна линия дана, разбирают. А тут я узнал, как вы масштабны, широкие. Так только пока по книжке, которую вы мне дали читать, это одно дело. Ну, самое сегодня, никто об этом не говорил, а я это занёс себе и за рубку на сердце, чтобы не забыть. И даже, ну, это потом уже, что я подписал, скажу. Вы добрые, широкие, щитрые душой. Там в книге сказано, чтобы в День Победы, да, там этим, вот, значит, собрать, суметь деньги и издать, говорить о забытых защитниках Отечества. Ведь люди разные, один тихоняк, у другого, наоборот, лохти острые, у третьего ноги, у четвёртого язык хорошо говорит, но ничего не делает. И вот для меня сегодня настолько вы стали открытием, что я даже не знал, что написать на этой маленькой, скромной книге. Потому что ваши песни поют, ваши стихи читают. Наверное, пока не забыл, стихи бы, наверное, мы в добрых, близких отношениях были с Мустая Гаем, гениальным человеком, гениальным поэтом. Он даже, будучи под этим делом крепким, он становился мудрее, остроумнее. И также Расул Гамзатов. Вот они тройка была, Кайсин Кулиев, Расул Гамзатов и Мустая Гай, дружили. Это тройка богатырей и разной национальности. Да вот, говоря о нём, он писал. Ну, он ещё, у него были прекрасные переводчики, которые знали его хорошо, не только по рюмке, а знали жизнь его, быт его, характер его. Мне думается, встать, на воле подняться на ступень, я думаю, эта ступень будет. У меня рука очень лёгкая, кстати. Я переводил в башкир всех писателей. Кратенько, чтобы кто не знает. Я башкир, сосланный в Сибирь, в 2002 году были. Отец, духовник и жил в Тайшете. Почётный гражданин города Тайшета. И когда меня писатели и москвичи спрашивают, за что тебе дали, за что этого, почётного гражданин? Для этого, говорю, надо в ссылке быть, расти в ссылке. И для меня Тайшет – это родина моя. Как бы это ни было, а я уже старый-старый здесь. Вы мне, наверное, все уже в сыновья во внуки годитесь. И вот, думая об этом, о Мустайе, пока не забыл. Найти надо, я постараюсь вам помочь. Вы мне дадите эти отпечатанные на статах постараюсь. Которые бы могли. Вы очень нежные, очень любящие людей. То, чего сегодня у нас в красивой жизни не хватает. Мы сегодня жестокие. Как бы ни говорили про советскую власть, как бы плохо ни говорили про Сталина, мы сегодня жестокие. У нас у всех, поднимите руку, у кого двери не железные. Я в своём доме, эти девятиэтажном, на полежаевском центре Москвы. Последний, у меня сосед был татарин, Сталинградец. Умер, царство ему небесное. Уже вон. Я говорю, только у меня нечего, кроме книг воровать, да кроме старого телевизора. Уже соседи. Да ну что вы, одеваюсь нормально, подумай-то. Тогда я ещё с деньгами жил. Вот мы какими стали. И ваши песни, ваши стихи. Жалко я не пойму на башкетском, на татарском, того не пойму, что я понимаю на русском языке. Для меня родной язык русский. У меня даже рассказ есть, отжигатель называется. Говорят, он и публикованы, в интернете есть. И вы сегодня... У меня очень тяжёлое было настроение. Раз в год подняли настроение. Я ещё когда с вами станцевал, я не знаю. 30 лет спрещу. Ещё чуть-чуть можно дать. Так вот, говоря ближе к телу, я вот подписал здесь, я сумбурно говорю, извините, пожалуйста, я подписал здесь так, ну-ка сидеть, красавица, ну что тут говорю? Я написал, и рассказ, вернее, книга называется «Бешеная». И которую рекомендуется, чего в школах не хватает, в литературе, так это вот написано. В школьной программе по литературе сегодня много чего не достаёт. И, конечно, балалайшникам... У меня рассказ такой есть, и вот этот балалайшникам устать. Я не устать, вы такой молодой, крепкий, красивый. Вот так. Я не подписал так. Талантливый, душевно красивый, в скослах, не только. Потом испугался, скажу, там вдруг приливнует кто-то дома или близкие друзья. Не только. Вот так. Алфея с нежностью и добрыми пожеланиями. Искренне я, Мустафин. 25-го. Потом написал. Уверен, вы добьётесь больших успехов. У меня рука лёгкая. Вот, это раз. Дай подсунули чуть-чуть раз. Я, Машкерсов, переводил. Дениса Гулякова, знаете? Мы с ним дружили. Он всегда у меня останавливался. Из гостиницы там останавливался. Семью его. После моего перевода по догону он был все лауреат. Абдуллина Ибрагима. Знаете, наверное, фронтовик. С тяжёлым характером мужик. Но при мне он был какой-то очень мягкий. А так у них там как. У кого это? Из Хакова. Сабли обнажённый роман. Про башкирского генерала. Как его, значит, так. Он меня по деревням возил. Я вот тогда больше познал башкирскую жизнь. Ну, что ещё сказать этот день? Уже ваши песни, ваши стихи уже за себя сказали. Ну, тоже вижу вот здесь вот людей. Вот обычно после перерыва пустеют. Свободных мест много бывает. Здесь вот даже у вас улыбка очень красивая. Понимаете? А красота женская, я не знаю, какой он философ говорил. Если не философ, то я первый. Красота – это такой же талант, как писать стихи, как петь, как быть крупным инженером-учёным. Но ещё опаснее, ещё сложнее. Эту красоту сохранить. Даже, разве Гитлер не талантливый был? Талантливый? Ну, куда он её направил? На уничтожение. И последнее. Вот видите, вы на русском языке пишете. И мы здесь, среди башкир, на русском говорим. Недавно, на патриоте, да, какой-то фонд был. Там меня золотую медалью наградили. Как патриот, говорит. Я говорю, ну, уже я заслуживал, что я патриот. Мне, я горжусь, всегда говорю, когда кто не знает, я башкир, хотя только знаю, асяй, а дай, космотор. Перевожу, кто не знает, девушка красивая. Ещё сам придумал, не знаю. Минцын, я ротам, пойдём к воротам. Потому что народ башкирский, он красивый, как все народы. Он боевитый. И почему курает? За унывные песни. Печальные песни. Жизнь-то была по себе. Нужно было бороться. Картин, вот таких перепадов не было. И поэтому очень-очень люди... И кто? В Париж кто первый пришёл? В Башкирские два полка пришёл. А вот теперь вот печальное. После развала, я считаю, предательство, я буду подтвердить. Ну, такой защитник Отечества, Брест-Литовская, Зинатов-Тимирян. Он после того, как подписали развал СССР, приехал в Брестск. Извините, мне мама говорила, что в детстве не плакала. Вот сейчас надо вовремя плакать, чтобы слёз не было. Он бросился под пояс. Единственное, он написал. Извините, Тимиран Зинятов. Запомните это имя. И великая поэтесса, кто помнит, ну-ка, поэт, который с собой, пока русская, фронтовичка, она под газом. Когда вот это подписали, она залезла в машину. И вот сейчас, когда очень жестокое время, вот я выходил один такой красивый, жизнь такая красивая, сама по себе жизнь красивая. Но мы-то люди не умеем это ценить. Вот мы сидели с моим другом Шамелеон, у меня стихи, чёрт давал, поздно, потрясающие стихи. Сидим и говорю, показывают лошадей. У меня много рассказов, немного рассказы, где-то даже мировой антологии, с такими. Лев Николаевич Толстой, Куприм и кто-то ещё. И вот Мустафин. Есть ли это? Там, это где-то восемь с каком-то году издали. Когда мне сказали, я не поверил, я жене сказал, она говорит, да ну, это разыгрывает тебя очередной раз. Но не разыграли. И вот когда я видел этих лошадей, когда они копытами взбивали воду, мне казалось, что они с водой, как мы дети, когда особенные дети, вы знаете же, барак, то есть она хоть холодная, грязная, мы не знаем, что разбирать. И вот лошади стоят, красавцы. Это самые преданные животные. Собаки. Кстати, мой особый рассказ, опять я уже стал хвастаться, хвастаться. Но это возрослое. Опубликовали в Англии в 65-м году, на английском языке перевели. И записку получили оттуда образцовые кукольники. Они были в Австрии, прочитали в газете. Это литературный балл. Вот это. Ну, правда, он написал.